Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня мы будем спасать старых лошадок второго поколения, которых вот-вот уже скоро уберут. С Юрика, это Арабы и Пентабианы второго поколения. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Я сама не верую и в большущем возмущении от того, как быстро разработчики перекинулись на основную часть второго поколения. Да, у нас уже давно убрали Квотерхорсов и Пентхорсов второго поколения, но по ему мнению, они вот были самыми старыми лошадками во втором поколении. Чуть ли не первой лошади второго поколения, но я могу ошибаться. И я надеялась, что пока они не уберут все первое поколение до второго, у них руки не дотянутся. А я ошибалась, они дотянулись. И вместо того, чтобы убрать все 13 мастей Юрвикского пони, вот у нас его очень много, по-моему, 13 или 14 мастей по 200 старкойнсов. Вот прежде чем убрать всю вот эту вот араву малышей, которые, ну по факту, ребята, они уже никому не нужны. Их покупают только те, кто когда-то жил этими лошадками, кто очень хотел себе. Их обычно это старички. Я думаю, что новые игроки покупают этих поняшек только потому, что это самые дешевые лошади. Но давайте еще вспомним тот факт, что теперь ярмарка находится в закрытой зоне для игроков без старайдера. То есть они не могут сюда приехать и скупить старых лошадок, что я вообще не понимаю, зачем было сделано. И считаю как большим плевком в душу игрокам вот этот вот перенос пород. Итак, значит у нас есть две лошадки, две породы на одной и той же модельке. Это у нас пень Пентебиан и арабская чистокровная. У меня есть, правда, очень плохая новость. Сегодня мы спасать будем только одну породу. Или может быть одну породу, но с зацепом. Ну хотя нет, наверное удастся спасти сейчас только одну породу. Как вы видите, баланс старкоинцев у моего персонажа очень сильно упал. На что я их потратила? Я купила один раз лошадку третьего поколения на аккаунт, на который практически никогда не покупаю новых лошадей. И вы видели, это была покупка Пасафина, если не ошибаюсь. До этого еще был один единственный бельгийц. Все остальные старкоинцы ушли на когда-тошнее преображение, покупка одежды, амуниции. И то в малых количествах. То есть все основные доходы по старкоинцам, именно за счет лайфа, всегда уходят на спасение лошадок. И теперь все, эти запасы закончились. Мне не хватает старкоинцев на спасение сразу всех вот этих двух лошадей. Поэтому будем донатить, по-другому никак, иначе не спасем. Поэтому мы делим это видео на две части. В первой мы спасаем вот сегодня арабов, а в следующей, я думаю, уже в месяц, когда их будут убирать, мы срочно задонатим и спасем уже пинтабианов. Так что, ой, это очень грустно. На самом деле у меня душа разрывается. Я скупила уже всех этих лошадей на основной свой аккаунт. Благо там были старкоинцы. И вот вторые поколения я буду скупать и туда, и на этот аккаунт. Почему? Потому что я жила во времена третьего поколения. Я застала, как появлялись эти лошади, их масти, их вариации. Помню, как вышли пинтабианы, и все побежали их скупать, потому что, ого, это такая красивая лошадь сама по себе. А еще выпустили на нее супер красивейшие беги масти. Поэтому, как бы, я не смогу пройти мимо всех лошадей второго поколения. Я их буду спасать сразу, в двойном объеме, сразу на два аккаунта. Так, ладно, значит, мы сегодня спасаем только арабов. Надеюсь, мне хватит на них эска. Если не хватит, то, ребята, обязательно в следующем видео мы доспасаем. Если вдруг у меня сейчас на арабиков не хватит. Давайте начнем, наверное, с рыженького, потому что эту я спасу, но попозже. Давайте начнем с рыжего. Такой красивый рыжий арабчик. Это у нас будет, давайте, жеребец или кобылка. Как всегда, имена сейчас будут довольно-таки старые, странные, детские. Наверное, это будет у нас резвая карамель. Так и быть, и так и будет кобылка. В общем, он такая красавица. Прически мы, опять же, не меняем. Когда-нибудь мы будем это делать, но это я сомневаюсь, потому что сколько же еще лет нужно будет спасать лошадей и будет ли вообще когда-нибудь пауза в спасениях? Я уже не знаю. Наверное, нет. Так, резвая карамель. Арабская чистокровная второго поколения. Взрослая кобылочка. 390 СК. Покупаем. Боже, я не верю. Я не верю, что вас уже убирают. Нет, я не могу. Я живу во времена вторых поколений. Я не хочу третий. Верните меня обратно. Я готова пожить без... Реси новой, непрыгущей, получается, учебной. Хотя она нифига не учебная, как мне уже рассказали. Я готова пожить без нового манежа. Без мистфола с дундулом. Без деколесья. Просто верните меня назад. Сделайте бэкап, пожалуйста. Так, ну вот тут будет... Как тебе назвать? Давайте обсидиану. Хочу обсидиану назвать тебе. Да что ж такое-то. О, обещание облако-огонек. А у нас нету? Нету обсидиана? Нету. У нас есть только обсидиановая или обсидиановый. Вот это да. Вот это я вечно буду, конечно, да. Тут было имя где-то. Я его потеряла. Покой. Давайте ночной покой. Хотя наверняка у меня такое имя. Дублируется взрослый жеребец. Вороной араб второго поколения. Ночной покой тоже покупаем. Господи, а как раньше выглядели круто игроки, которые покупали себе вороных и светло-серых арабиков. Причем ты всегда мог купить себе точно такие же масти, но они просто тебе не нравились и ты их не покупал. Но когда мимо проезжала лошадь светло-серая вороная, то там все. Интересно, а лебедь у нас есть? По-моему, нету. Да, лебедя у нас нету. Тогда давайте это будет... Как все назвать? Алмазная, может быть? Аккумариновая, аккуратная... Алмазная... Вот, алмазная луна. Взрослая кобылка будет. У нас как-то по очереди получается их покупать. Господи. Не-не-не, я не верю. Прямо, знаете, у меня, наверное, когда-нибудь, когда я зайду... Вот я... На самом деле, я очень редко сижу на этом аккаунте, но когда я на него захожу, я особо не всматриваюсь в лошадей, которых я купила. Так, 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 так. Но когда-нибудь я хочу сказать, что я зайду и всмотрюсь во все... во все это огромнейшее количество страниц спасенных лошадей, я чувствую, меня когда-нибудь прорвет, и я начну плакать. Просто слезы. Просто буду реветь очень-очень долго. Я не знаю, как назвать этого коня. Я даже не знаю, кобыла это конь. Давайте победитель. Какой? Какой? Туманный. Давайте туманный. Тума... Ну, понятно, туманная, но мы хотим туманный. Взрослый жеребец. Туманный победитель. Тоже покупаем. Раньше, я помню, я безумно хотела вот этого вот... Серва в яблоках. Потом я резко захотела буровое. В итоге на основном аккаунте купила буровое. Потом купила пинтебиано. И потом... А, ну и в итоге сейчас я скупила всех. Так, значит, вот этого. Все, баланс. Баланс падает. Баланс падает. Шоколад. Шоколадка у нас есть. Шоколадка. А шоколад, шоколада нет. Так. Осенний. Хочу осенний. Осенний. Осеняя. Угу. Осенний шоколад. Осенняя шоколадка. Нет, я хочу, чтобы это был жеребец. Взрослый жеребец. Осенний шоколад. Нет, не осенний. Давайте... Огурки есть. гордыга нету а жалко было бы очень смешно горки шоколад за то есть гордый шоколад шоколадка горда шоколадка горды шоколад давайте доставим гордый шоколад шоколадка взрослые опять же жребец покупаем божечки кошмар я никогда не ожидала что вот так вот так вот все произойдет отправить на конюшню и все у нас осталось вот этот последний так значит проверяем обязательно все перри проверяем нас остался вот этот тарапчик которого бы я с радостью назвала бы пьяная вишня но не получится поэтому а винная есть вишневая вишня вино можно от слова вино нет гостей временной всемирная вспыльчивая высокая вьючная гибкая вишня нет глубокая не до голосистая голосистая вишня что-то как-то уже не то уже перебор какой-то пошел задорные звездная земная знатная может быть знатная вишня взрослая кобылка знатная вишня знаете да как бы странности на этом аккаунте по именам никогда не прекратятся поэтому да арабская чистокровная взрослая кобылка знатная вишня араб второго поколения уже скоро покинувший или уже покинувший юрвик зависимости от того когда вы смотрите этот видосик у меня у меня растерянность меня растерянность все у меня осталось 267 старкоинсов следовательно мы сейчас больше никого спасти не можем повезло что нам хватило на всех арабов значит следующий раз нам нужно будет спасать сколько здесь у нас получается 1 2 3 4 5 6 и нам понадобится 2340 старкоинсов чтобы спасти всех пинтебианов но если даже я получится у меня получится задонатить во время удвоения я получу максимум 2000 старкоинсов ну и еще сколько получается но как раз к августу я успею накопить еще некое количество иска наверное 400 и мне точно будет хватать но это если повезет и будет удвоение а если его нет то придется делать всякие махинации по разделению видео и потом склейки его на несколько частей ну что ж мы спасли но не всех спасли сейчас арабов поэтому мы отправляемся на конюшню и смотрим как там обосновались наши новые старички ну что ж вот мы и доехали уже на нашу конюшеньку слезаем с нашего араба первого поколения для того чтобы посмотреть на старичков второго поколения и ой как они автоматически это они автоматически так стали а почему до тела забыли или они вот так у шахматно ставится ну в общем очень удобно очень удобно очень красиво вот у меня даже от первых поколений нет такого ощущения как от вторых потому что я сейчас хожу мимо этих коней у меня мурашки по по коже потому что я никогда не думала что я куплю пути боже мой куплю столько арабов второго поколения и я думаю те же самые ощущения будут после покупки любых лошадей второго поколения того поколения такая ностальгия боже мой я же помню это как будто это было только вчера а уже столько всего вышло столько всего обновилась ужас какой-то просто ужас путем будет ему на как какие вы солнышки ну какие вы классные и не важно что еще заниматься меня косячная вы просто лапушки давайте сделаем уход вот этому ночному покою не плакать хочу такие симпатичные такие няшные я не понимаю вообще почему они убирают вторые поколения я понимаю что вот первые поколения они были самые старенькие модельки не был очень большой разнос и отличие в амуниции по сравнению с первыми по сравнению с третьими поколениями но второе поколение не настолько ужасно чтобы его вот так вот убирать потому что если бы вот я просто пришла новичком в игру и мне сказали что вот там есть ярмарка а кстати у нас сейчас вообще задание на ярмарке то есть которые нас знакомят с этой ярмаркой а то и у меня нету аккаунтов которые могли бы это уже проверить везде все пройдено я бы с радостью посмотрела был посмотрел этих лошадок я уверена я бы купил мустанга фриза англичана то есть даже вот если бы я верю вот сейчас вот во времена третьих поколений пришла бы потому что они очень красивые нежные просто слов уже нет просто нету слов какая жизнь не справедливая штука меня сердце развивается давайте вот возьмем какую-нибудь такую а у меня же есть есть такое седло новое и уздечка ну уздечку а давайте вот матовую стандарт матовая губернаторская уздечка что уж вот такие мы красавчики я хочу выйти немножечко погулять покататься и вообще вспомнить этот вайб вторых поколений я даже переодела кофточку чтобы максимально слиться с этим арабиком вране и ну ребят это 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 же так мило это же так красиво даже вот фотографии очень симпатичный дать сейчас они кардинально отличаются от своих собратьев третьего поколения но все равно насколько тут реально петушиный хвост та самая визитная карточка арабов и конечно я не знаю в зависимости от загона или нет но да вот его очень сильно передергивает то ли от текстур то ли не от текстур ой 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 что это за фризики у нас тут пошли ну классно нет я все равно вот даже если вот они глючные они дерганы если они еще как-то поломаются если они просто могут стоять в конюшне для меня это уже большое счастье ну а на этом я думаю заканчивать это видео ставьте лайки пишите комментарии какие у вас самые горячие воспоминания про арабов второго поколения была ли это ваша первая лошадка какой масти вы мечтали расскажите ваши истории в которых главная звездочка это вот эти самые арабчики ну а на этом все и я с вами прощаюсь не забывайте тренировать своих лошадок чистить их а также угощать морковкой всем пока удачи вам и до встречи во второй части спасения пентабианов удачи вам